Отдай. Я запускался. А Барби есть? А ты хорош. Что, эфир есть? Да. Так, ну что, у нас три женских дня и по домам расходимся, пока нас всех не разогнали. Коронавирусами дядьки какие-то. Ну что, белый футбол у нас фасажный Спаркс на хорошем подъеме, на хорошее настроение. Они, конечно, выиграли. Вторая победа в сезоне была одержана против Талса в суперравном матче. Капитан команда Кукурян принесла победу. Трехочковым, когда команда проигрывала одно очко, забила три она за минуту до конца. Даже не за минуту, человек, говорю, секунду за 20 до конца. Против них номинальный фаворит, наверное, сегодня Шарлд Стинг. Но Стинг опять не собрались. Более того, я вижу Никитина. Я даже Никитина развел. Никитина есть. Но у Стинг сегодня неоптимальный состав. У них опять много кого не хватает. Нету Шитовой. Нету Ефременко, капитана команды. Нету Елисеевой. Короче, много кого нет. Ну, Стинг. Поэтому неоптимальный состав. У Спаркс, в принципе, подъехали все, кроме Бублик. Но Бублик почему-то по всей религии очень редко ездит. Поэтому, может быть, это уже и норма, да. Нужно удивляться, когда она приезжает, а когда она не приезжает. Вот. Никитину остался поддержать вот ее муж. Альберт Никитин. Ну, он, наверное, еще как Тейлер выступает, я не знаю. Но я просто не на всех матчах до этого его видел. Хотя, может, и было, не знаю. Не буду удержать, чего не знаю. Кукуриан дальше на Постникова. Постникова. Ой, не Постникова. Панкратова. Это было. Панкратова 3-3 бросала Гордова. Не забила трешком. Но Гордова это не самая сильная сторона. Она очень хороша в защите. Она хороша в проходе. В общем, она передачи махи отдает. Она во всем хороша, кроме Дросска. Дроссок у нее не самый стабильный. Это не ее. А у нас забивает первые очки матча. 19 номер. На 100 получается. Кустин. Наталья Дорохина. Я просто Стинг не так хорошо знаю, потому что не так много матчей комментировал. А вот Спарс я комментировал много матчей. Поэтому я там уже вроде как практически на юзу знаю. Вот по Стингу есть пару вопросов у меня. Но в целом тоже неплохо. Подоброва сейчас не взведет, кто это был. А здесь номер. Милякова это была. И 3 от Панкратова. Да, Панкратову нельзя там оставлять. У нее, наверное, лучший бросок дальний у Спарс. Если ее одну оставлять, она будет на каждый раз за разом. Так, а теперь забыли уже накрыть себе спальцовую. Стинг первый номер. Широковая, потому что это была. Негабаритная девушка. Низкая. Нет, это другая. Елизавета Басанова. Не забила Басанова. Куриан. Дальше на Панкратово. Панкратово. Города острее. За флона не стала бросать. Самолет по кольсю. Фирменная бросок из подвижки. Не забивает. Но будет штрафные бросать. Милякина. Если я сказал Милякова, я просто не помню, что я сказал. Это Милякина правильно сказать. Просто похожие фамилии. Милякова, я так понимаю, это, наверное, из этого. Из МИИ-то второй команды. Похожие просто фамилии Милякина и Милякова. Милякина была одним из тех игроков, кто забил 10+. Победный матч против Талса. Но там почти весь состав 10+. Милякина тогда 10 очков забила. 10+. Панкратова 10+. Гордова 9 забила. Панкратова, понятно. Никитина с лапированного правохода пошла. И, в итоге, через першину Надежду она сбивает с фолом. Ольга Першина тоже здесь, но такая, видите, разделяет. Ну, не пока вообще в целом. Тренер Спаркса, он зачастую разделяет их игровое время. Очень редко, когда на паркете обе сестры оказываются одновременно. Кукуриан. Находит Гордова. Там в посте Першина. Нет, Першин не открывается. В сторонке просто стоит. Оттягивает там на себя игрока. И как чисто выхватывает мяч у Гордовой. Без нарушения правил. Шикарно сейчас отыгрывает первый номер. Дальше от Никитина легко уходит. От Кукуриан легко уходит Никитина. Правда, получает в голове. Продолжил. Молодец. Не стал жаловаться. Забил 2 очка. Отметим классную защиту первого номера. Это где-то Басановой. У Стимка. Которая просто взяла, выхватила мяч у Гордовой. Это достижение. Потому что Гордова никому просто так не отдаст без боя. С характером. С характером. Просто боец. Она мне по манере игры, по характеру напоминает наконечную. Ну, они немножко по-разному играют. Но, вот, знаете, настроем вот таким бойцовским. Они прям очень схожи наконечная с Гордовой и Киселева. Ну, для Стимка, конечно, хорошая новость. Потому что Киселева стала приезжать на матч. Я так понимаю, то ли после травмы, то ли после отсутствия. Не в Москве было. Не знаю, по какой причине не играла. Но вот сейчас приезжает стабильно на матч. Это, конечно, хорошее подспорье для Стимка. Но, видите, остальные не все подъезжают. То и время-то не отушитва, то еще кого-нибудь. Не забивает три Панкратова. Гордова подобрала. Гордова очень много отскока собирает. Чуть-то, что она, в принципе, не является пигменом в команде. Она, конечно, много отскока собирает. Очень хаслая в манере играет эта девушка. Напарывается на блогшот соперника. Но сама подбирает Панкратова. Панкратова возвращает Гордова. Гордова не забивает. Борьба за подбор. Выигрывает мяч Басынова. Дальше Лебедь. Василева дальше на Кичина. Никитина. И Никитина запуталась в мяче. Дриблинг теряет на мяч. Кирян. Панкратова намерена Кукуриан. Ну, неаккуратная закидушка была Кукуриан в ноги. Как-то по задумке нормальный был, да, на свободную Бордову. Но по исполнению смазка вышла. Лещева. Лещева показывает, что коронавирус, да, здесь не спит. Соблюдаемый режим. Смазка вышла Лещева. Забавный момент. Никитина в славном проходе. Басанова не забивает со средней. Борьба за подбор. Все-таки Спаркс мяч остается. Гордова забрала мяч. А, ну Постникова еще не хватает. Да, вот еще кого не хватает. И кто как раз тоже 10 плюс разменял. Я просто думал, кого же не хватает у Спаркс. Ну, помимо Бублик, которая вообще редко приезжает. Постникова, да, не хватает. И трешка Кукуриан пролетела. Нельзя ее одну оставлять. А, как раз Постникова. Не хватает Постникова, потому что Постникова была у меня в мертвой зоне. Я смотрел по всей ширине. Она была максимально ближней слева от меня. Вот я ее не заметил. Да, Постникова вышла, забила 3. Да, Постникова была четвертым игроком, который 10 очков набил в том матче у Спаркс. Вот, поэтому все сборы, все сборы у Спаркс. Только не хватает Бублик, но Бублик редко приезжает. Так что, если мы говорим про составы, то Спаркс сегодня оптимально там собрались практически все, кто мог, приехал. А у Стинг, как обычно, в последнее время не все приезжают. Есть, конечно, проблемы. Похоже, либо расписание какое-то неудобное максимально, либо там травмы, либо еще чего. Но вот как-то никак не могут приехать все лидеры. Такого, чтобы взяли все, приехали. В последний раз такое было, мне кажется, в матче против Мистикс, мне кажется, было. Там вроде бы была и Шитова, была и Никитина, и Фременко. Не была, если не ошибаюсь, конечно, не была Киселева, она позднее стала приезжать. Не знаю, короче. Но, в общем, как-то проблемы, проблемы собраться в максимальном составе. Мустинник присутствует. Это правда. Спаркс в этом плане, я, конечно, получше дело вставил. Лебедь дальше на Никитина, Никитина. Здорово выбивает мяч внизу у Никитина, перехватывает. Сзади выбили Гордова. На Лещова, Лещова. Лещова один в один. И хорошее открывание от Гордовой, но Гордовой чуть не хватило координации добавить. Но Ольга Першин добавляет два очка. Удачно там на подборе оказалось. Два очка добавила. Феселева. Не спешит. Через Лебедь играет. Лебедь. Закидушка. А, как раз... Да, и забивает два очка седьмой номер. Второй матч проводит за стилька. Это Валерия Лаврененко. Второй матч проводит. Она вот и предыдущий первый матч дебютный был на него. Победный был матч с Синг. Против кого они играли? Против Гордова не забивает. Против Феникса они играли. Победный был матч для стилька. Только раз дебютный был для нее. Лебедь. Она Никитина. Никитина. Василева. Пасанова. Хорошее движение мяча. Здорово. Выбери одну Лебедь. И Лебедь, смотри, не забивает. Хорошее движение мяча у стилька. Видимо, то, что пока и Широкова, и Дорохина пока не выходит. Так, стоп. Это не седьмой был номер. Я, кажется, что-то перепутал. Седьмой номер еще сидит. Просто у нее седьмой на шортах был, поэтому я и перепутал. Седьмой номер у стилька еще сидит на парке. Сидит, отдыхает пока что. Готовится выйти на паркет. Забиваю три Каселева. Это был девятнадцатый номер. Это была Дорохина, Наталья. Все, я понял. Наталья Дорохина забила этот бросок. А как раз Лаврентий во всему номеру готовит сейчас выйти на паркет. Валерия Лавренникова. Панкратова играла. Чего? Панкратова маленькая. Ну. Это тетя ее. Где? Вон, на замене. Да, Панкратова. А, да ладно. А папа этой Панкратовой маленькая. Ну. Один из бывших тренеров в Москве. Борисом Вильевич Панкратовым. Понятно. Ну, как обычные инсайды подъехали от Жоры. Жора просто мистер инсайд знает всех обо всем. Все обо всем. Пора Жору позвать выпуск Попа. Он все про всех расскажет однозначно. Какой-то, знаете, сделать выпуск такой познавательный. Вот. И там будет Жора все про всех рассказывать. Чтобы знали все, кто кому родственник, кто где играл, из какую школу и так далее. В общем, Полина Панкратова, которая сегодня удалась в Филе, 12-летняя. Им еще Жора подсказала то, что Панкратова в Спаркс, который сейчас выходит 5 номер, это ее тетя. Вот. А ее отец, ее папа, он тоже какой-то заслуженный тренер, как сказал Жора. В общем, короче, как обычно, тонны информации. Очень полезный и интересный, познавательный. Забивает киселл первый штрафной. Выходит, наконец-то, Лаврейнки с 7-мой номером. Единственное, что получается, пока не выходит Широку. Широку по-прежнему сидит. Все остальные Стинк уже играли. Хороший рывок от Стинк, 16-9 в пользу. Но это они фавориты сегодня, поэтому, конечно, им и нужно отрываться в счете. Им и положено, как говорится. Но Спаркс пока что в игре. Хотя и рывок очень хороший от Стинк. Панкратова. Ой, Першина. Ну, надо было забивать. Один же, вообще же, одна была. Лебедь. Там просилый мяч, 19-й номер, получает. Дорохина теряет мяч, выбивает мне мяч внизу. Лещева. Ой, Лещева, какой плохой пас. Легкие очки для Никитиной. Ох, Никитина. Что с Никитиной? Почему она сегодня теряет? Иначе не забивает крутые лояпы. Тяжелое начало для Никитиной. Может, может забить. Нельзя так Хостникову одну оставлять. Она может наказать соперника. Ни плохой, ни обрасочек трехочковый. Лебедь. Лаврененко одна, не стала бросать. Но жестковатый передач Никитин. Никитина не вылавливает. Хостникова, 3. О, Панкратова не забивает. Но добавляет 2 очка Лещева. Лебедь. Хороший закат на Никитину. И Никитина забивает. Это было здорово. Не доработает. А против Никитина здорово открылась. За спиной соперников. Увидела это открывание. Хороший Лебедь. И легкие 2 очка. Кукуряна, Лещева, Лещева. Против Перша. Там хорошо ощущается Киселева. Перехватила она мяч. Никитина. Могла, в принципе, и сама идти. Там, в общем-то, кольцо бы уже открыто. Но она нацелилась на передачу. Зачитывает, похоже. Похоже, зачитывает. С фолом. С фолом проход Никитин. Реабилитирует с Никитиной на все свои промахи. Кукуряна дает фол. Реализует Никитин на 2. Кукуриан с мячом. Снова одна Панкратова. Он не стал бросать, пытаясь на первом шаге уйти от Никитина. Никитина там хорошая защита. Максимально до конца доиграла она против Панкратовой. Не забивает Киселева. Что-то непонятное сделала Постикова. Запуталась, мне кажется, на дримбинге. Как не теряет она мяч. Немного курьезных моментов. В итоге все-таки доходит веждая Никитина на дуги. Никитина. Но дальний бросок это, наверное, самая слабая ее сторона. Учитывая, что все остальное она умеет. Вообще, по-моему, практически идеально. И проход, и бросок со средней, и в защите, и на подборе, и в передачах. Все умеет. Но вот дальний бросок Никитиной не особо присутствует. В плане скиллов. Как бы, наверное, он есть, но он нестабильный. Ну, бодрое начало первой четверти от Синг. Закономерно они фавориты сегодня. Ну, я, конечно, жду, что Спарк все-таки поборется. Поборется в этом матче. Понятно, что Синг фаворит. Но, честно говоря, я ждал, что будет хотя бы более-менее равный матч. Хоть несколько четвертей. Поэтому я надеюсь, что Спаркс еще вернутся в игру. Не хотелось бы, чтобы весь остальный матч превратился в пустую формальность. и набивание статистики. Это точно. Кофе автомат, да. Кофе автомат? А, сколько хочешь, да? Ну, да. Ну, это уже не важно. Кофейный напиток, короче. Три в одном топ, да. Так, что у нас? У Никитиной 10 очков. После неудачного старта Никита смогла реабилитировать. Несколько Н2 нам забило. 10 очков у Никитиной. Так, у Басановой 2 подбора, без очков. 5 очков у Киселевой. У Дороги не 4. Так, а у Спаркс? А у Спаркс. Постникова 3. Одну трешечку она завалила. У Лещевой 2 очка передачи. Так, а почему у Панкратова 0 очков? Она вроде же 3 забила, нет? Что-то я перепутал в этой жизни. А, Кукурян 3 забивала, не Канкратова забивала. Хотя мне казалось, что постик у Панкратова была. Может, перепутали? Не знаю, то ли я перепутал, то ли статисти перепутали. Там вроде бы забивала 3 Панкратова. Похоже, зачитали Кукурян. Мне кажется, это не Кукурян было. Но я могу ошибаться. Надо повтор смотреть, которого нет. Сейчас, который будет на трансляции в YouTube. Так. Дорогина на Никитину. Никитина. Широко, кстати, выходит, наконец-то. У нас номер. Да, Ли ей игровое время. Ну, она тут не должна жаловаться на время. У нее там стинглы зачастую приезжают с 5-4, поэтому она там играет более чем достаточно времени. Не забивает и Дорохина. Гордова на Панкратова. Панкратова 3. Не забивает. Подбор за Лаврененко. Лаврененко. Хороший пас Широкова. Широкова вообще очень в себе не верит. Вообще не бросает. Вот никогда не бросает. Я думаю, не стал бы ругать тренера, если бы она пару бросков взяла на себя. Даже если бы не забила бы. Вот она никогда не бросает. В матче против Кливленда. С Тинг тоже играли в пятером. У них был очень фокс с явкой. И вот Широкова. Был пару слов. Широкова вообще была одна. Но она даже не смотрела на кольцо. Не верит она в свой бросок. Не знаю, с чем это связано. Но она, конечно, миниатюрная. Может, у нее проблемы с тем, чтобы там с трехочковой дыки стабильно добросить мяч до Карлина. Не знаю, но как-то вот как-то вообще не бросает. Просто это же проблема для команды. Потому что соперник может тебя стабильно бросать и взваиваться на сильном игроке. Она тоже не кисельная. Поэтому, чтобы такого не было, надо забивать крытые броски, когда ты одна. Ну, или хотя бы бросать. Так, не забивая сейчас Панкратова. Не пошла у нее со старта игра. Много трех мимо. Хоть мне кажется, что украли у нее статисты Тахачкова. И далее... Ну, не украли. Но, короче, в общем, засчитали не той. Считали Кукурян. Ну, ладно. Это же не так важно. Дорохина на Никитину, Никитина. Ну, Дорохина хорошая считает Кукурян. Прочитала направление передачи. Привала передачу. Но мяч станет Сустинг. Никак не могут команды размочить четверть четверти. Никто не может забить. Уже больше двух минут. Кукурян. Панкратова три. Но пора бы уже. Не стала бросать. Надежду Першина сыграла. Не забила. Гордова. И Гордова с фолом. Гордова в своем стиле. Просто так два очка она забить не может. Ей нужно где-то с мясом, с фолом, через руки соперника и так далее. Мне кажется, сопротивлением проще забить, чем на пустое кольцо. Реализует инван Гордова. Лейтенант против него Гордова защищается против... Ну, логично. Лучший персонаж команды защищается против самого сильного оппонента. Все логично. Фантастическая работа нога от Гордовой. Просто восхищаюсь ее защитой. Ух, как она ныряет. Правда, возможно, нарушение правил. Гордова, конечно, однозначно топ... Ну, может, я не знаю. Сложно иерархию провести. Это нужно сейчас просто думать. Вот вспоминать каждого игрока в составе каждой команды, но, так по моим ощущениям, да, такой ай-тест, я думаю, что, наверное, топ-5 точно. Топ-5 лучших персонажей периметра, боялась женская, сто процентов Гордова. Может быть, даже топ-3, не знаю. Я не беру насчет тех, кто еще под кольца играет, типа Шиловый, да, у... Как вам? У Вашингтона, да? То есть я не беру насчет бигменов, которые защищаются, не беру насчет больших, которые защищаются. А я беру именно таких, ну, игроков периметра. И мне кажется, Гордова топ-5, может, даже топ-3 входит. Потрясающе-то считает Гордова на ногах. Забивает один из двух Никитина. Тукуриан. Гордова наверху. Там открывается Панкратова. Панкратова, ну, на ней уже... Ой, Панкратова, плохая передача. Легкие очки для Никитина, возможно. Да. Легкие очки для Никитина, при этом с фолом. И тайм-аут, кажется, бьет, я бы с Вашингтона. О, Спарс, или я чуть не расслышал. Или не было тайм-аута. Значит, мне послышалось там. Совсем уже плохой стал. Восьмой матч, как-то уже стали мерещиться звуки, которых нет. Показалось, что кто-то скрикнул тайм-аут. Но этого не было, да? Да, забивает Никитина. Может, просто мне требуется тайм-аут? Коронавирус, ну да. Голоса говорится у коронавируса. Как у Кукуриан. Гордова. Панкратова. Снова Гордова. Гордова пытается продавить на Дорохину. Пробежка, возможно, была? Нет, судя считает, что у нее, как раз, все в порядке. Был с расшажевкой, а фалила Дорохина. Кукуриан. На Гордову. Гордова с мячом. Против Киселевой. Не боится она более... Как она борется, боже, как и лютких игроков. Гордова. Хороший пас на Кукуриан. Кукуриан. Надо забивать. Да, забивает Кукуриан. Это шассист был. Надо засидовать Гордовой. 26. Гордова давай. Кукуриан. Кукуриан. Ой, Кукуриан. Поздний пас, поздний пас. Легкая добыча для Киселева. Киселева. Ну и пришлось фалить. Кукуриан нарушала. Направила Кукуриан. И будет прошла штрафная Киселева. Киселева забивает вас двух. По максимуму наказывает за ошибку Кукуриан. Кукуриан. Получает заслон от Костникова. Костникова открывает заслон. Он неудобно было бросать сразу на Гордову. И одна Кукуриан. Кукуриан одну оставили. Она может забить. И она забивает. И вау, как раз у Кукуриан издали. Вторая трешка из сферы статистики. Киселева. Никитину. Снова Гордова. Против него защищается. А, Киселева забивает со средней. Прямо на дальнейшей штрафной она находилась. Со штрафа забила. Плотнее, конечно, нужно было с ней играть. Потому что походим бросочек со средней. Это правда. Так. Панкратова будет слойно проваливаться под кольцо. Освобождает зону 1 в 1 для Гордова. Гордова свой фирменный бросок из-под юбки не забивает. Селиола. Тяжело сегодня. Просто раз за разом оказываются соперники превосходящие в размерах. Никитина очень легко уходит от Гордовой. Вот устало, мне кажется, Гордова. Для такого отец иного баскетбола требуется много сил. А они не безграничны. Кукуриан. Не забивая Панкратова 3. Горохи на быстром отрыве. Здорово доработал сейчас Постникова. При этом еще и кажется, и потеря. Или нет? Ну, Стинка останется. Мне тоже так показалось. Мне тоже так показалось, что у меня еще Стинка останется. Ну, молодец в любом случае Постникова. Выбила мяч. Прервала быстро отрыв соперника. Если бы чуть больше повезло, могла бы полностью перехватить. И снова Гордова. Отрабатывает по максимуму. Ну, Гордова. Ну, просто. Ну, как не любить Гордова в такую игру? Как я обожаю и в мужском баскетболе, так называемого мистера Хасла, и в женском баскетболе миссис Хасла. Игроки, которые просто, вы знаете, рвут просто на себе все жилы, все силы, чтобы успеть, успеть там, и что они там могут просто, да, там подстелиться, впоткать, что угодно сделать, достать этот мяч любой ценой. И то, что сейчас Гордова сделала, прям любо-дорого смотреть. Но потеря. Никитина. Классный пас. Не доработали против дорог. Да. Как-то у Спарска, конечно, в защите опять проблемы. Я уже не раз ругал по ходу этого сезона защиту Спаркс. Есть проблемы у этой команды в защите, которые тренеры пока не могут решить. И вот сейчас тоже раз и разом в спине оказывается игрок. Какие-то простые ошибки совершает баскетболистки Спаркс. Забыли вообще Дорохина одну в спину. Никитина классный пас отдала. Не забивает Дорохина Эдван. И Куриан. Куриан на Гордова. Гордова сама протиснулась, но вот бросочек был неподготовленный. В атаке сегодня, конечно, у Гордова не получается. В защите, как обычно, в полном порядке. Но в атаке не лучший матч проводит. Здесь можно было даже, наверное, не бросать. Там партнеры были рядом. Ну, как-то сама уже, наверное, решила, чтобы бросать. Бросила, не забила. Киселева. Хорошая команда сейчас защита от Спаркс прошла, наконец-то. Коллективно они перехватили мяч. Куриан, Куриан. 8 секунд. 8 секунд. Подскажите им, кто-нибудь успел. На последней секунде баскболистский Спаркс. Очень было близко к потере. Очень близко. Практически стинг. Смогли этот мяч выиграть, но нет. Милякина. Давно не выходила Милякина. Лещева. Очень сложный бросок. Забивает Милякина. Сложнейший такой флот. Через группу от счета заваливает Лещева. Никитина. Дарохина. Дальше Киселева. Киселева хороший бросок. Нельзя ее одну оставлять. Киселева тут лучше бросок в команде. Хоть она играет номинального четвертого, а то и пятого номера в стинг. При этом бросок у нее очень хороший. Одну ее оставлять. Затея так себе. Крещева. Неплохо уходит. Отличное движение от Никитиной. Который на нее выбросил. С Гордова. Три. Ну и забивает Гордова. Я говорю, что трехочковый бросок от самых слабых в ее арсенале. Но это же не значит, что она вообще никакая не забьет. Если ее одну оставлять, она забьет. Рано или поздно. И она забила. Лебедь. Вот эта чехот Лебедь прилетела. Забила она в флотер сбоку. Снова двузначное лидерство в счете у стинг. Кукуриан с чуть-мечом находит. Лещева. Лещева. Гордова. Находит Кукуриан. Кукуриан 1 в 1 идет. Очень сложный бросок берет на себя и забивает. Кукуриан просто вот она мастер этих сложных бросков. Ну как мастер. Она периодически такие вещи вообще мажет сильные. Но периодически забивает. Ту трехла, которую она забила. В предыдущем матче победы против Таласа вообще сумасшедшая была. И вот сейчас тоже очень сложный бросок. Забила уже через руку на течение вводения. От счета сложнейший. По 45 она завалила. Кукуриан забивает 2 очка. Еще 10 секунд. Милякина. Можно не спешить. Есть Милякина. Может она чуть не поспешила, но она уверена в себе и она забила. Все. Не успеет. Никитина. Ох. Ах. Было близко. Да. Ах. Но нет. Заканчивается первая половина. 37-29 под Спарс. В пользу Стинг. Ну что, достаточно бодро. Стинг пока держится в счете, но достаточно комфортная преимущество у Стинг. Они пока уверены в себе, но Спарс не так далеко, как могло бы быть. У Спарса опять неплохо идет бросок. 5 из 13 у них. Я немного посмотрел эфира попа. Где обозревали, да, дивизион «Сокол». Вот. И там просто ребята, похоже, особенно… Ну, Андрей Тупицын понятно. Андрей Тупицын не смотрит. Второй. Андрей Тупицын не смотрит «Сокол». Это понятно. Ну, просто Макс тоже не так много смотрит женских команд. Не так уж и много. Поэтому, по крайней мере, про Спарс и про Талсу не так много знал. Поэтому они там с Тупицын вот такие удивились. Типа, о, команды бросались трех очков. Удивительно. А по факту Спарс и Талс – это не самые бросающие команды трех очков в лиге. Поэтому неудивительно, что они в очередной матче против друга очень много трех выбросили. Другой вопрос, что они с очень хорошим процентом бросали – это другой вопрос. Потому что это действительно хороший был процент. Но то, что они много трех выбросили – это нормально. Потому что и Спарс, и Талс – это одни из самых бросающих трех очков в лиге команд. Поэтому неудивительно, что они в очередной матче 17-3 забили. Так, у Спарс 5 из 13. Очень хорошо пока трех летит. У Стинг. У Стинг один из четырех. Стинг вообще трех не бросает. Я взрастил тебя. Чего? Чего сделал? В плане? В обижке таким человеком стал. Молодым, горячим, амбициозным. А был каким? Молодым, но не горячим. Понятно. Окей. Принято. Не, но если в ней есть какой-то... Какой-то подтекст есть, если в ней есть какие-то исходные данные. Если исходных данных нет, конечно, так себе. Может, есть какие-то исходные данные. Типа, почему ты считаешь меня своим тренером, таким колычем по жизни, ментором. Ты говоришь, я сейчас с Тим Артемом Салтыковым. Угу. Не забивает ничего в проходе и добавляет два очка надежды к Кершину. Никитина. После того, как он от Каселева, Никитина. На Дорохин играет. Да, Рохин. Очень сложный пас. Не прошла передача. А Клещева не спешит. Через Милякин играет. И потеря. Никитина. И пробежку Никитиной. Шажочек она лишний сделала, да. Косникова на Панкратову. Пора бы уже расщеплиться Панкратову из трех очков своей. Паста хорошая, она задумывала. Кто-то не доработал с партнером. В свободу зону давала Костникова. По Панкратову нужно было кому-то там оказаться. Все правильно делала Панкратова. Кто-то не доработал из забегающих игроков Спаркс в этом эпизоде. И забивает Басанова флотер. Хороший проход. Уверенность ей пошла. И, по-моему, первые очки забила в матче Басанова. Вроде она не забила до этого. Ну, либо второй выбросок. Не знаю. Басановой. Панкратова. Костникова дальше на Мелякину. Снова Панкратова. Плохой паст. В этот раз Панкратова уже сама ошиблась. Тут без вопросов. Уже плохой от нее передача была. Ну, и снова с Фолом. Сколько же сегодня два на ФСИГ забили. Там понятно, что больше половины Никитина оформили. Но там ведь не только Никитина. Там и Дорохина с Фолом забивала. И Киселева с Фолом забивала. Сегодня прям чуть ли не половина бросков. Ну, не половина, конечно. Но там четверть бросков, треть бросков. Сегодня с Фолом забивали в Оскобольский стинг. Не реализуют Дорохина. Шанс для нее. Так очковый. Снова двузначное лидерство в счете в Усполистых стинг. Не подпускают они соперников слишком близко. Бывает, до восьми очков сокращает. Даже там до семи, но не больше. Косникова на Панкратова. Панкратова дальше на Милякина. Милякина. Косникова. Неплохой от нее вертушка ушла. Ух, от Лебедь она ушла. А дальше потеряла контроль над мячом. Скользнула на нее из рук. Выскользнула. Ух, какой классный славный проход. Петелевый. Лещова. На Панкратова играет. На Панкратова неудачный матч. Не складывается. Не получается. Не игра в атаке. Никитина. И ставили они одну. Ох, простила. Просто простила сейчас Басанова. Было близко. Милякина. Ну, может забить три. Ну, нет. Не подготовленный получился бросок. Не добросила она. Смена готовится у Спарс. И не только у Спарс. У Стинька тоже. Лаврененко выходит у Стинька, а у Спарс выходит Гордова и Кукурян. Кукуряна. Киселева. Басанова. Лаврененко. Дорохина одна. И забивает три. Дорохина. Не доработала. Першина. Нога не доработала. И наказала ее за это. Опа. А вот за спиной подкрывалась. Тихоточку. Да, Першина. Кукурян. Да, открылась Надежда Першина. Наверху. Неплохо не разыгралась. Кукурян. Она была забивать. Либо можно было даже пас дать. Там же отклеилась, по сути, Першина. Можно было, в принципе, на надежду сыграть. Кукурян. Но она была одна. Решила бросить. Не забила. Бордова на Кукуриан. Кукуриан. Второй раз не забивает. А два раза сопротивление бросала. Лещова. Находит одну Панкратова. Панкратова. Но надо забивать. Пора бы уже. Нет, у Панкратова вообще не идет бросок. Сколько она уже смазала своих бросков. Бесчисленное количество. Никитина, как ухоженно у нее бустит первый шаг. Как она получила мяч и буквально сразу на встречном темпе уходит в другую сторону. Конечно, работа ног и первый шаг у Никитины потрясающая. Антропометрия, конечно, подходящая. Не специально, да? Постоянно ломаешь игроков не специально, да? Ну, мы поверим ей на слово. Мы поверим ей на слово. Мы поверим ей на слово. Ну, я говорю, а по поводу вот его сложения, конечно, иметь такую классную аттракцию. Антропометрия и при этом такой классный атлетизм. Помимо аттропометрии еще и атлетизм у нее шикарный, потому что скорость у нее, первый шаг у нее очень быстрый. Это, конечно, настоящая имба, потому что накрыть игрока с такими габаритами и с такой скоростью практически невозможно. Это по габаритам, это как Кевин Дюрант. Как Кевин Дюрант в юбке. Но только видимо, что Дюрант в проходит не настолько быстрый, как Никитина. Так что я даже не знаю, с кем его сравнить. Скорее Янис. Я с Янисом не сравнил, да? Наверное, с Янисом более подходящим. Дюрант не такой быстрый. А Дюрант все-таки больше такой четвертый номер, чем классический третий. Тогда как Никитина это прям вот по сути, по скорости, по роли, которая играет Никитина, это по сути третий номер. Третий номер, хоть она, наверное, высокая. И поэтому тут, наверное, больше ее с Янисом можно сравнить. Тело огромного, большого, семифутера, при этом бежит не хуже маленького игрока. Бежит не хуже маленького игрока. В общем, короче, это имба. Это имба. Но, как говорится, знаете, недостаточно иметь одного тела подходящего, одного атлетизма. Нужно еще скилы какие-то иметь. Нужно еще управлять этим талантом. Все это есть у Никитина. Действительно, она заслужена, на мой взгляд, по моим оценкам, не знаю, кто скажет остальные, но по моим оценкам заслужена является топ-5, наверное, игроком женского БЛ. Может, даже выше, не знаю. Но топ-5 точно. Кукуриан. Надо забивать Гордовой. Нет, не забила. Борьба за подбор. Першина молодец. Побороваюсь. Кукуриан. Панкратова. Пора бы расчехлиться. Пора бы расчехлиться из продуманного Панкратова и забила 3. Лучше позже, чем никогда. Надежда умирает последнее. Место минус 18 у нас плюс 15. Никитина. Хороший пас Никитиной. Увидела она Широкого. Широкого! Да ладно! Неужели Широкого взяла игру на себя и бросила? Это где записать такое? Да. Ну, что-то произошло. Широкого взяла игру на себя и бросила. Это прям неожиданно. Очень неожиданно было. Ход мироздания истории изменился однозначно после этого. Лещева. Хороший пас еще на Панкратова. Панкратова. Панкратова пять очков подряд забивает. Когда как не сейчас, когда команде очень нужно. Лебедь. Никитина. Широкого на Лебедь. Там готовится слон и поставит Киселева. Но через Никитину играет. Никитина. Хороший пас в слабую сторону. Вот-вот-вот. Можешь его бросить. Вот это уже типичная Широкого. О-хо-хо! Типичная Широкого. Забивает таки она. Решила не бросать и выиграла себе пространство для прохода и забила проход. Забиваю первого Лещева. И второй там. Ну что, 13 очков. По-прежнему в игре классный пас для кисти под открывание Широковой. Широкова не стала какой-то сложной просохнуть. Обрать типа реверса. Лебедца средний. Не забивает. Подбор за Гордова. Гордова хороший пас. Надо забивать. И снова практически разница до однозначного числа дошла. 11 очков. Лебедь. Хороший пас. Там, в принципе, Лебедца можешь сама бросить. Да, и забивает Лепиксона. 3 забивает Лепиксона. Просто судей не было видно. Ну что, минус 11 снова плюс 14. Хорошая закидушка на Лещову от Кукуриана. И забивает Лещова. У нас сейчас такая, видите, у нас чуть-чуть погустали девчонки в защите. Поэтому сейчас очень такая супер результативная трехминутка. Все забивают каждый бросок. Потому что немножко защиты не дорабатывают. Ну, потому что подустали. Ну, дальше не забил Лепиксона. Все-таки дальний бросок это не лучший добродитель. Прямо скажем. Вместо Панкратова у нас выходит Милякина. Неаккуратный пас на Лещова. На Лещова дорабатывает до конца. Хороший пас. Возвращает Кукуриан. И Кукуриан забил. Классная встреча у меня получилась. Кукуриан с Лещова. Единственное, что чуть-чуть Кукуриан неаккуратную передачу отдала. На Лещова доработала. И забивает. Вообще, на проходе своя Киселева. Конечно, тяжело это першень успевать на ногах за Киселевой. Не такая она быстрая, как Киселева. Гордова три. Хотел сказать, не своим делом занимается Гордова, но залетела. Ну, конечно, не то, что прям дурак залетел, но можно и фонарем это назвать. Потому что три, да, залетела от щита. Не думал, что она так и хотела. Но забила, тем не менее. Победитель не студит, как говорится. Не студит победителей. Гордова убегает, битр отрыг. Все, осталось, что постармозит атаку и увидит, что там закрыли ей доступ. Закрыли доступ к кольцу. Гордова. Можно было дать Лещева. Не увидела, мне кажется. Гордова Сова решила. Но это уже лишнее, наверное, было. Кто через Лещева сыграет, мне кажется, просто не увидела. Ни гряды пожарничала, просто не увидела. Лебедь, что это было? Ага. Совершенно бесперспективный был бросок Лебедь. Но просто подарила ей этот бросок, по-моему, опять Кухурян, что ли. Кто это улыбается больше всех? Или кто? Ненужный был фол. Очень ненужный. Потому что там Лебедь уже ничего не могла бы сделать в этой ситуации. В итоге подарили ей возможность 2 очка набрать с штрафных. Ну, вообще-то я соглашу, что Лебедь бросала. Это точно не пастбой. Это было очень странное бросковое движение. Но, судя, пожалели. Пожалели просто Спаркс, потому что по факту это было бросковое движение. Просто очень карелое. Двойной заслон заказывает Лебедь, она получает. Скидывает вот таки она Киселева. Киселева не забивает 3, хотя могло и завалиться в корзину. Надо бросать. Нет, Лещева не успеет выбросить. Времени не хватило. Ну, подсократили, да. И в итоге даже умудрились они до 9 очков сократить. Там было плюс 15. Сказалось, что все-таки сейчас Симка нарвется. И снова Спаркс смогли сократить разницу в счете до однозначного числа. 9 очков. Ну, посмотрим. Посмотрим. Если Спаркс хорошо нашли четверть, могут вообще попробовать замахнуться на полноценный комбэк. Как... Симка нарваться. Спасибо. 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 Да, осталось два женских. 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 Ух, не доработали. И забивает Басанова. Кто-то не доработал против Басановой. Не забивает три Милякина. Подбор за Дорохиной. Не забивает Токаселева дальний и средний. Никитич, но как она спасла этот мяч для своей команды. Еще и отскочила удачно, потому что могла отлететь в сторону Спаркс. Здорово, Никакиснеда боролась. Гордовая нарушает правила у нас Дорохина. Так, Постникова ищет партнеров. Находит Панкратову. Панкратова под 45. Панкратова. Дальше на Постникову. Неплохо движение у Спаркс. Доставили до Лещова. Лещова там, по идее, небольшой мисс-матч. Много спорит Лещова. Как я уже говорил, в каждой команде есть свой ворчун, который спорит по любому эпизоду. В Спаркс это по-любому Лещова. Надо сказать, что Лещова еще много достается почти в каждой игре. Ей в предыдущем матче досталось. Ей там, она там неудачно приземлилась, за шею держалась. Сегодня тоже там досталось от Никитина. Толкнула она ее случайно в районе бортов. Так что самый ворчливый игрок сегодня получает больше всех еще и при этом. И ох, не повезло Лещовой. Хороший бросок, без подъюбки не забила. Никитина. Очень легко уходит она в 1-1 от Милякиной. Но там подстраховка сработала. Здорово перед ней стала Панкратова. Так что сфорстировать бросок Никитина, не забила она. Он гордово на Милякину, возвращает гордово, гордово. Гордово 3. Неужели еще забьет? Но 2-3, мне кажется, это ее квота. Больше она не забьет сегодня. Хотя, кто его знает? Говорит, 2-3 это мой предел. Но не факт. Панкратова здорово, тут же я вернул Хвостникова. Панкратова 3, да, можно бросить. Можно было бросить, потому что Никита немножко не доработала. Поленилась дальше проходить. На свою длинную руку понадеялась. И в принципе, по факту этот бросок, можно сказать, практически открытый был. Потому что далековато стоял Никитина. Но не забила. Панкратова. Сегодня не идет у нее бросок вообще. Обнутреху она завалила. Гордово очередной ее перехват. Какая же умница Гордово. Сразу на Лещеву. Лещеву познавчу голову подняла. Главное, что мяч не потеряла. Хвостникова. Панкратова 3, но пора уже. Нет, не везет. Еще и не везет. Гордово, да где? Она везде. Гордово просто везде. Гордово еще и здесь поборолось. Но Басанова там сцепилась с ней. И кажется, успевает до спорного мяча Басанова этот мяч у себя оставить. Много есть игроков, которые борются за каждый мяч. Но все-таки я считаю, что Гордово может официально наградить титулом Миссис Хасова всей женской АБЛ. Хотя много игроков есть, которые борются за каждый мяч. И та же Алисенкова из Клинда, которую мы сегодня видим, тоже борется. Кто там еще борется за каждый мяч? Ну, наконец-то, не то, чтобы она за каждый мяч борется. Она просто борется. Она готова растолкать любого соперника. Но не знаю. Очень короче, просто надо подумать по командам, пробежаться. Но все-таки самый такой человек, который в каждый мяч цепляется, это именно что Гордово. Костникова на Панкратова. Панкратова. Вообще одна была очень долго Никитина, получая Татьяна мяч. Уходит от Гордова на первом шаге. Дальше почему-то не стала сама идти. Пас получился неудачный. Перехватили передачу ее. Костникова уверена, на двоих идет. Костникова, как она не боится. Но в итоге теряет мяч Костникова. Нужно могла как-то расставаться с мячом. Зря она, зря на двоих она полезла. Да, она не потеряла мяч на три ноги, но она потеряла мяч на передачу форсированный. А нужно ему просто стараться с мячом расстаться. Надежда Першина. Не получается забить. Там руки выставляет, лез руку против Першины. И в итоге Першина будет штрафно не бросать. Агнезуха, Надежда Першины. Лебедь. Никитина. Не забивая ударов на три, хотя бы его близко. Ну, надо, конечно, поторапливаться. Воспользоваться Спарс. Минус 14, отыграть за 6 минут очень сложно будет. И услышали меня. Спарс сразу же в быстром отрыве. Они забили ранее нападение. Забивают Панкрата от передачи Кокуряна. Здорово все классно сделать Селева. Внимание на себя стянуло двоих игроков. Я вообще была одна в паркетах по команде. Дорога не забивает только два часа до конца. Куриан. Нет, ну это... Это плохой был пас. Легкая добыча для Киселевой. Дальше Никитина. Никитина. Нарушает правила. Ох, нет, чисто. Чисто защищалась Гордова. Ну, это Гордова. Что с ней взять? Надо уже как должное принимать каждое удачно защитное действие. Или там борьбу за спорный мяч. За нейтральный. Или за мертвого, выражаясь трохными выражениями. Гордова. Вот была бы еще Гордова настолько же полезна в атаке, как в защите. Цены бы и не было. Просто было бы MVP. MVP-BL было бы. Но в атаке бывают у нее сбои. Она неправильное решение принимает. Иногда пасы точно не дает. Это правда. Но в защите она бесцовна. Не забивает и Постникова, подборова Першина, Гордова. Вот сейчас был неплохой пас. Может быть чуть-чуть жестковатый. Но я думаю, что это была больше проблема Постникова, что она не выгодила передачу. Пас был по таймингу и по направлению абсолютно точный. Может быть чуть-чуть жестковатый. Выходит только Першина. У нас получается не в первые матчи обе Першина на паркете. Только использует концепцию двух башен. Тренер сейчас Спаркс. Можно, наверное, и пораньше попробовать в гиганта Бо поиграть. Кукуриан. В посте Постникова. Панкратова. Не забивая Панкратова. Подбор остается за Даррохили. Здорово. Сейчас Надежда Першина перехватила мяч. И как раз Ольга вторая коснулась его. И сработала. Вот она, сестринская связка-то сработала. Надо было раньше Першина-то выпускать. Сестрички Першина-то разрывает. Вот это я понимаю. Нормально на двоих разыграли. Лебедь. Так, Никитина поезд заслона. Нет, не забивает на три. Не совсем ее это дело, трехки бросать. Все умеет, но трехки бросает с паршивым процентом. Ой, на рукой все помогало. На этой пробежке, кстати, широкую. У нас еще и рукой помогало. Активно так. Загребало соперника. Ну что, это минут 14 очков. За три минуты до конца. Боюсь, что времени не хватит. Спарс уже. В любом случае, хороший получился матч. И Спарс молодцы. Всю игру боролись. Да, они уступали всю игру. Но всю игру они боролись и были где-то недалеко. Где-то неподалеку были. То есть, если бы там какая-то была какая-то пятиминутка слабости от Sting, когда бы они не выключились из момента, выключились из игры. А такое могло произойти. Такое даже самое сильное команды происходит. То, наверное, могли бы воспользоваться этим Маскоболевский Спарс и сравнять счет. Но Sting всю игру были максимально нацелены на результат. Не сдавали обороты. И довели матч до победного. Заслуженная победа Sting. Если не ошибаюсь, четвертая уже в этом сезоне. Надо посмотреть сейчас таблицу. Да, четвертая победа. И у них, получается, будет 4-4. Как раз они сравняются по победам и поражениям. Баланс будет ровнее. 4-4. Для Спарс, по-моему, это будет шестое поражение в этом сезоне. Да, для Спарс это будет шестое поражение. Спарс будет идти 2-6, а Sting 4-4. Но Sting изначально была команда посильнее. Это правда. Это при том, что Sting сегодня играли не со всеми лидерами. Но Sting команда более сильного уровня, чем Спарс. Это никакой не секрет. Поэтому закономерная победа Sting. Но Sting, но стоит попалить Спарс. Неплохо. Он показали Баскелькову в атаке. Но вот опять с защитой, конечно, проблемы. Я как в эфир подряд говорю, что атака у команды действительно неплохая. Неплохо поставлена атака. Неплохо двигать. Знаешь, девчонки? Но от защиты, конечно, есть проблемы. Есть проблемы с защитой у Спарс. Опять немного пропускают, как обычно. Sting даже в отсутствии не всех лидеров на забивал им авоська мячей. 73 мяча. Классный пас. Никитин проходит широкого, удобно бросать. Лебедь. Да, Лебедь забивает 3. Там почти 80 очков. Залетел от Sting. Супер оптимальном составе. Это очень много. Все-таки Спарс в защите по-прежнему команда, возможно, самая слабая в лиге в защите. Ну, имеется в виду в хай. Мы говорим, конечно, про хай-дивизион. В атаке у них в этом, кстати, проблем нет. Они, ну, мне кажется, в атаке, посмелуются средники. Да, у них нет прям индивидуально сильных баскетболистов, но у них хорошее движение мяча. И у них много игроков, которые могут 3 забить. То есть, как бы у них есть ресурс, чтобы в атаке рекомендации клести. Хоть и нет прям индивидуально сильных баскетболистов в атаке. Но при этом защита реально плохая. Она по статистике худшая в дивизионе. Даже она похуже, чем и Феникса. Поэтому тут, конечно, огромная зона роста работы для тренера. Вроде бы есть першины, да, можно как-то использовать. Вот. Это стараться оставлять сюда одну першину под кольцом. Не знаю. Короче, в общем, я просто скид тренером, да, и не настолько хорошо по себе разговариваюсь, поэтому не знаю, что можно придумать, исходя из данного стека Спарс. Но что-то нужно придумывать в защите. Потому что перестрелять соперника в атаке таланта не хватает. Ну, не хватает таланта объективно. У Спарс не хватает индивидуально сильных баскетболистов, баскетболистов, которые могут один в один обыграть. Не хватает. У них есть просто набор неплохих средних игроков в атаке. И самое главное, что у них широкий набор тех, кто может бросать издали. То есть, получается, от этого, в принципе, тренера играет. У них много различных, ну, не то чтобы схем, но, короче, часто они неплохо двигают ляч. И сейчас свободного три. И забивают. Это правда. Но не хватает такого на постоянной основе, чтобы перестреливать соперника. Поэтому нужно норматывать защиту. С этим составом. Но у Стинг хорошая команда. Они, конечно, так просто получилось. Более расписание, более случая, что они оказались внизу. Со статистикой 1-4. Сейчас у них хороший рывок. 4-4, так и по статистике. И Стинг будет еще подниматься. Стинг будет еще подниматься. Заслуженная победа Стинг. Ну, лучший игрок. Ну, не кисина, как обычно. Хотя сегодня и без нее бы справились Стинг. Сегодня, в принципе, и Киселева была хороша. И до Рокина в порядке, по-моему, 12 очков выбила. У Киселева 17. Ну, Никитин просто там почти трипл-дабл сделала. Оформила. У Никитина 21 очко. 8 подборов, 7 передач. И 5 перехватов. Заслуженная победа. Поздравляем. У нас остается 2 женских матча после этого.